Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Получается, что Путин, когда говорил о том, что Россия распадется на уральцев и московитов, получается, что это просто было чистосердечное признание. Он сам московит, он просто московит, как он есть. И реализует последовательно эту политику. Потому что эти ребята думали, что у Джозефа Байдена деменция, смеялись с него. А по сути Джозеф своей, может быть, иногда не очень уверенной походкой и потерей в пространстве, с другой стороны, у него куча помощников, они все равно укажут ему путь. Что произошло? Путин попал в украинский капкан. Именно так. И вот когда дикий зверь, в данном случае полоумный медведь, попал в капкан, если бы у него, опять же, было бы чуть-чуть больше мозгов, то он бы уже начал отгрызать себе лапу. Возможно, так оно и будет. Просто вопрос в том, что где ее придется отгрызать. Возможно, как раз по поясницу. Ну, да, китайские друзья, думаю, планируют именно таким вот образом. Но они пока еще, знаете, вот как в этом отношении очень прекрасная иллюстрация. Это Маша без головы. То есть голову оторвало, а тело вот дальше бежит на украинские пулеметы. И это меня, конечно же, просто поражает вот эта глубина исторического момента. То есть смотрите, за это время что получилось? Значит, Киево-Печерская лавра, она теперь не для московских попов. Московским попам сказали, собирайте вещи и, есть такое устойчивое выражение, это не матюк, уебан зебитте. Так некоторые считают, говорят наши немецкие друзья, но на самом-то деле нет. Они так не говорят. Как это могло произойти? Это вот, вот, это все вот действия Владимира Путина. Что-то может Россия противоставить этому? Нет. Потому что, чтобы дальше, дальше полотить, полотить понты, нужно захватить Киев. А возможности такой уже нет. Желание есть, а возможности нет. И вот в части этого переименования, оно, кстати, действительно прекрасно. Вот смотрите, Путин время от времени использует такое слово «Новороссия». Он ее ищет, ныряет в историю, ударяется об дном, пробивает это дно и не может найти эту Новороссию. И вот почему я говорю о том, что никто в него не верит? Заметьте, вся вот эта вот шобла, которая информационно, опять же, хоть она уже и без головы, но по инерции его обслуживает. Никто это слово не употребляет. Потому что это, ну, немножечко странно и даже немножко смешно. И даже жалко, когда ты говоришь «Херсон и Запорожье наше». Факт, сегодня убили людей в Херсоне, до этого в Запорожье. И это еще будет долго продолжаться или какое-то время. Но там как был украинский флаг, так он там и находится. И вот этот вот момент, что переименование, да. Вот есть же масса государств, которые называются по-разному, в разных языках. Есть Грузия, они себя как называют? Сокартвелла. А в английском языке или американцы вообще называют Грузию Джорджия. И некоторые там путают с американским штатом. Тоже такое бывает иногда. Кто-то от этого страдает? Или Венгрия? Мы ее называем ласково угорщина, наши угорские сусиды. Наши угорские сусиды иногда неправи, але мы обовязково с ними домовимся. Ну, потому что мы с ними не воюем. И Орбан, кстати, первые шаги в этом направлении уже делает. Это вот все в рамках украинского капкана для Российской Федерации. Значит, сами себя они называют модер Орсак. Модер Орсак, сейп Орсак. Опять же, в английском варианте это Хангари, да. Или Германия. Как они себя называют? Дотчланд. Мы ласково называем производителей Порше, БМВ и Ауди и Панцерхаубе 2000 немедчина. Кто-то страдает от этого? Никто не страдает. Почему? Потому что все живут своей жизнью. И только российские истерички и истерички мужского пола, я говорю о Дмитрии Медведеве, начинают нервничать. А все почему? Потому что после того, как, понятно, сейчас уже никаких ограничений у нас нету, будем бить пока московиты не покаются. Это же все последствия, как они называют, специальной военной операцией. После того, как мы введем в оборот и привыкнем называть россиян московитами, ну как завещал Великий Путин, этому примеру последуют все остальные страны. Сначала это будут наши польские соседи, наши союзники. Хотя, возможно, они будут соревноваться со странами Балтии, которые скажут, ну да, ну какая же это Россия. Тем более, там две Лизы из Москвы, они обижались всегда, что вы называете нашу страну Рашка, мы же Россия. Нет, мы не будем больше коверкать название вашей страны, мы будем называть так, как вы называетесь, Московия. Так, как Путин завещал. А дальше, после того, как у российских современных фашистов забирают их вот эту историческую псевдореальность, на основании чего они ведут войну против нас, станет вопрос, а может ли государство Московия занимать место постоянного члена ООН? Мы все берем устав ООН, листаем, 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 находим букву Р. А там, где была раньше Россия, там желто-голубым маркером закрашено. И нет такой страны. Потом исследователи думают, куда же она делась. И кто-то из постоянного представительства Украины при ООН указывает путь. Говорит, ребята, посмотрите на букву М, может быть там. И да, находят там Московию. А раз так, тогда станет вопрос и с ядерным оружием. И будет масса других вопросов. Поэтому я понимаю, что война будет продолжаться. Еще какое-то время. Вот Оля Скобеева недавно подумала, решила, что китайцы не могут врать. Они же не просто так переименовывают названия российских городов. И война должна закончиться к середине этого года. Но знаете, что я заметил? Что вот включаешь российский телевизор, особенно вот эту вот программу 60 минут ненависти к Украине она была, она же трансформировалась в два часа по два, то есть четыре полноценных часа в сутки ненависти к самим себе. И что интересно, Скобеева, и я вам сейчас объясню почему, она первая объяснит, почему российским, извините, еще не привык, московитам нужно сдирать со своих автомобилей вот эту Z-свастику. Да, причем она это будет делать таким образом, что нужно просто отойти назад, чтобы скопить им силы. А на самом-то деле, главная причина в этом, что их задача будет не допустить революцию, ну или бунт, потому что в России у них с революциями не очень. Начинают вешать таких, как Владимир Модозвон, ну и со всеми вытекающими последствиями. И вот я так думаю, почему Оля самая умная там? Вот даже заметишь, вот если обратить внимание на риторику в целом генералов российских информационных войск, там Соловьев, бомбить, бомбить, будем делать то, будем делать все. О, я поехал под угледар к морпехам, а морпехов уже убили, и хотели меня тоже грохнуть, ели ноги унес и так далее, и так далее. Но он продолжает нести вот это, вперед россияне, извините, вперед московиты, умирать, умирать, умирать. Зачем это делать? Почему надо это делать? Война с НАТО, в которой не умер ни один НАТОвский солдат. Ну, где логика? Нет логики. А Оля, в отличие от Модозвона, в связи с тем, что она же молодая еще, ей 40 лет нет, она же дачу на озере Кома не успела прикупить, и, соответственно, вот этого, знаете, пунктик остался. Ей же хочется, чтобы ЦУМ все равно работал. Все эти дорогие бренды, латиницы написаны, запрещенные в Российской Федерации. Не хочется ходить, там это Красная Маруся, там или что там еще, или Вдова Путина, извините, нет такого еще бренда. Кстати, надо будет, наверное, запатентировать или что-то еще. И ей, конечно же, хочется, чтобы все были серенькие, а вот для нее все продавалось. Чтобы в ЦУМе был этот специальный магазин. Как Олег Газманов пришел на патриотический концерт, где выступал ХУМ, извините, это еще не переименовали официально. У нас не было такой петиции переименовать Владимира Путина. Кстати, может быть, пора ее започутку ватать, всю петицию. И он все равно пришел в Прадо, и чтобы вот этого красного значка было не видно, он его заклеил. То есть, понимаете, какие они с таким вот с говнецом. Ну, чего ж ты рассказываешь о том, что как классно быть с ватой в голове, одевать ватник. Чего ж ты ватничек-то от Прадо одел и затер название. А одел почему? Потому что это дорого и качественно. Но это красиво. Вот почему. Если я не ошибаюсь, полиция в Италии одевается или обшивается в компании Армании. И тот, кто был в Италии, наверняка обратил внимание, что сама форма, она, ну да, она от Армании. И вот им тоже этого хочется. А тут предлагают только сдохнуть под Бахмутом и одеть ватник. Причем для того, чтобы сдохнуть под Бахмутом, не обязательно это делать. Я сегодня смотрел такое видео, опять же, с этого театра боевых действий, когда двое российских солдат, мобилизованных, или какая в принципе нам разница, убивать всех. Пришел сюда с оружием в руках. Но там, понимаете, я даже чуть не сделал устно замечание своему компьютеру. Потому что идет двое солдат. Но по ним наши начинают стрелять, а один сразу улетает в ад. А когда подходят наши, выясняется, что он без оружия. Он с палкой шел. Нет, палка была не от Армании. Так что, как Оля будет объяснять необходимость вывода российской... Блин, не могу привыкнуть, извините. ...московинской группировки. Ну, они скажут, что вот на оккупированных территориях мы спасли всех русскоязычных. Мы им сказали, эвакуация, нах Сибирь, будете там строить города мечты, которые обещал когда-то Шейгу. Например, в Херсоне они же части и детей вывезли оттуда, и взрослых. Ну, в общем, все-все это прекрасно понимают. Скажут, все, мы всех эвакуировали, мы уже победили. Ну, и один из таких тезисов, которые они будут продвигать. Мы уходим готовиться к следующей войне. И вот здесь будет самое интересное. Вот масса аналитиков, даже вот особенно бывшие представители России или действующие представители, они говорят, все равно Россия вас не оставит в покое, она будет копить злость, и она снова на вас захочет напасть. На самом-то деле ничего подобного. Как ни странно, вот эта вот военная угроза со стороны России, она всегда... Слушайте, давайте будем честны с собой. Но мы же нация разгильдяев. Да, нация разгильдяев, которые, если нас как бы не держать в таком вот супер-тунусе, мы начинаем там ругаться друг с другом, парахоботы обижаются на зелеботов или наоборот. А когда мы в тонусе, в таком вот, то все у нас хорошо. Россияне умирают, танки Абрамс мы осваиваем. На самолетах западных мы летать умеем. Ну, в общем, целый вот комплекс дел, которые у нас начинают получаться. У нас даже реформы начинают реализовываться. Да, это не так быстро, как хотелось. И масса всяких есть нюансов. И у меня вот тоже вот такой вот список претензий. Но, вы знаете, за вот эти, ну, 9 лет с 2014 года выяснилось, что мы настолько изменились. И когда ты здесь живешь, ты, наверное, это не замечаешь. У меня был эфир перед самой войной на радио НВ. И проводил его Жадан. И вот мы говорили о жизни, о всем, как изменилась Украина. И я говорю, что мы абсолютно самодостаточные. Нам вообще ничего не надо другого. У нас все свое. Идиоты, умники, умницы, красавицы. Ну, конечно, уродин у нас нет. Красавицы, уродцы есть, но не без этого. Все свое. Я, когда смотрю на происходящее событие, вот меня просто вот до сих пор удивляет и поражает, какими нужно быть тупыми. Вот как мы переоценивали, собственно, весь мир, Российскую Федерацию. Я вспоминаю ответ на вопрос, который мне был задан более чем год назад, где-то за неделю до полномасштабного вторжения, нападет или не нападет. Мне нужен однозначный ответ, да или нет. Я тогда дал ответ нет. И если честно, я до сих пор думаю, что он правильный. То есть, если ты хотя бы чуть-чуть с уважением и каким-то трепетом относишься к своей стране, то ты на такой бы шаг никогда бы не пошел. То есть, что мы сейчас имеем? Значит, где российский газовый рынок? Нет российского газового рынка. А это, секундочку, основа вот этих вот всех российских понтов. Потому что нефть и газ были главными союзниками Российской Федерации. Не флот и армия. Тут и армии уже нету, и флота нету, и газа нету, и нефти нету. Российское оружие, ну кроме Ирана, который якобы вроде как купил Су-35, все, никому это не надо. Никто Россию не боится. И вот сейчас вот вишенка на торте. Казалось бы, Владимир Зеленский всего-то навсего предложил или поручил премьеру, премьер-министру Украины рассмотреть петицию в части переименования Российской Федерации на Московию. А там произошел просто такой массовый хлопок. То, что сейчас происходит на болотах, это называется, ну, не знаю, истерика. Вот давайте так посмотрим на такую ситуацию. У нас разве кто-то обращает внимание, как нас кто-то называет? Как россияне называют? Как к нам относятся? Да мы ложили на них с прибором. Да. Или с автоматом, если уже говорить вот этими военными терминами. А там же произошло такое интересное явление, как какое-то понимание того, что Владимир Путин на самом-то деле зря себя сравнивает с Петром Первым. Ему правильнее себя сравнивать с Иваном Грозным. И, соответственно, Московское княжество придется понемножечку ужать до соответствующих границ, как было тогда. Вот Путин говорит, я Петр Первый, я Петр Первый. Окно в Европу, в Балтийском море он что сделал? Заколотил. Оказывается, Швеция и Финляндия вступают в НАТО в результате этой войны. А самое интересное, Швеция сколько было нейтральным государством? Лет 200. Вы представляете вообще, какие глубины эти идиоты сдвинули? И сейчас, когда Маша Захарова, вот она тут пишет, что Владимир Зеленский поручил премьеру изучить переименование России. Ну, что это значит? Разбирайтесь сами. У нас есть другие насущные прикладные вопросы, как убивать российских оккупантов здесь и сейчас. А у них там опять какие-то размышления на тему антироссии. Ну, во-первых, Захарова нужно срочно лечить, извините, поправить. И сказать ей, Маша, не антироссия. Ну, теперь правильно называть себя, вам теперь правильно называть себя антимосковием. А если вы себя начнете так называть, то мы вас просто задавим своим весом и презрением. И все это произошло из-за чего? Из-за того, что он втурнулся в Украину. И все россияне, в первую очередь этнические русские, это поддержали. У них же вот со всех сторон, куда ни посмотришь, в результате этой войны, горит не только Бахмут, горит все. Вот как можно было променять вот это влияние в мире, вес в мире на разрушение, ну, конечно, не только Бахмута. До этого была Мариуполь, Херсон, Сара, до этого Николаев, да и по Киеву прилетало. И может еще прилетит. Но как это можно было отменять? Сейчас у них главная надежда — это на китайских друзей. Вот китайские друзья обязательно помогут. И они уже начали это делать. Они начали переименовывать российские города за Уралом. Для нас за Уралом, а для них до Урала. Соответственно, в китайский, как это было какое-то время назад. Интересно. Они, наверное, это делают для того, чтобы помочь Путину. Помочь ему, да, победить Запад. Я так думаю, китайские друзья на это смотрят и задаются одним вопросом. Ну, надо же быть таким тупым. А за тупость, конечно, надо наказывать. Во-первых, они быстро учатся. И, соответственно, они думают, какие последствия этого конфликта. То зачем нам этот Тайвань? Если до этого были размышления о том, что нужно захватить его военным путем, то сейчас как-то все посмотрели и понимают, что смысла в этом нет. Это просто нецелесообразно. То есть ради скреп, потому что Путин считает себя этим нырком в историю. А выясняется, если Путин ныряет в историю, так могут поступить и другие. И когда китайцы переименовывают российские города, это и есть поиск исконных своих территорий. Вот они их искали и нашли. Так будут делать очень многие. Я вот не знаю, опять же, этот вопрос с Кубанию вечный, но я все-таки против. Так вот... Угу. Угу.